География посетителей 6-го фестиваля клубники была разнообразна. К нам приехало 9 организованных групп туристов из Сызрани, Саратова, Энгельса и Тольятти. Кроме того, праздник посетили индивидуальные туристы из Мордовии, Москвы, Казани, Урюпинска, Южно-Сахалинска и других уголков нашей страны. Волонтеры угощали гостей фестиваля свежей ягоды и клубничным мороженым. Было роздано 250 кг свежей ягоды и 20 кг клубничного мороженого. В этом году организаторы фестиваля сознательно отказались от бесплатной раздачи клубничного пирога, основываясь на негативных отзывах гостей фестиваля прошлых лет. И в этом году был проведен благотворительный аукцион по продаже пирогов из клубники, в результате которого было собрано 6 тысяч рублей. Деньги, вырученные от продажи пирогов, переданы на приобретение средств реабилитации для ребенка с ОВЗ. Отчет об использовании средств уже опубликован в социальных сетях. Одной из традиционных площадок, которая работала в течение двух дней, стала выставка продажи сувенирной и иной продукции. В этом году организаторами фестиваля было принято решение о коммерциализации данной площадки. Практика коммерциализации событийных мероприятий является общепринятой во многих регионах. В городе Балакова данная практика использовалась впервые. Оплата участия в выставке продажи осуществлял согласно прескуранту цен на платные услуги, оказываемой Центром молодежной инициативы, как одного из организаторов фестиваля. Финансирование, подготовки и проведение фестиваля осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных средств, в число которых вошли средства, полученные от участников выставки продажи. Поскольку Балаковский фестиваль клубники с каждым годом становится известен за пределами региона и уже вошел в топ-10 лучших гастрономических фестивалей страны, мы считаем целеснообразным продолжить практику коммерциализации фестиваля, который поможет в дальнейшем полностью отказаться от вложения бюджетных средств, что в свою очередь позволит перенаправить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие города. В завершении хотелось бы сказать, что мы до сих пор получаем положительные отзывы от гостей фестиваля, который подарил нашим гостям много положительных эмоций и впечатлений. Спасибо за внимание. В начале следующего года мы планировали поставить так называемое умное освещение в парке соответствующем, провести полностью водополив, дабы в жаркое время года была возможность не только поливать растения, но и комфортно находиться в соответствующем парке. План работ имеется, все самое необходимое, то, что будет сделано, мы обязательно будем предоставлять для наших жителей. И по мнению многих жителей идет предложение о ограждении парка с тем, чтобы в ночное время парк был все-таки закрыт для тех людей, которые ведут себя в ночное время не совсем корректно.